Доброго времени суток, уважаемые любители кофе! Приветствую вас на канале Кофеварка! Мы продолжаем тестирование капсульной кофемашины Nespresso DeLonghi. Сегодня вашему вниманию мы представляем кофе Jardin Advantem. Кофе изготавливается в алюминиевых капсулах, вот в таком виде. Так оно выглядит. Капсула полностью алюминиевая, снаружи закрыта алюминиевой фольгой. Вот так она выглядит после готовки. Внутри отсутствует какой-либо фильтр, то есть это кофе просто в таком виде представлено. Значит, что можно сказать об этом кофе? Страна-изготовитель Россия. В состав кофе бленд арабики из Восточной Африки и Колумбии с добавлением индийской робусты, которая придает интенсивному эспрессо с плотной текстурой мощный заряд кофейного вкуса. Предназначена для объемов ристрета и эспрессо, степень обжарки 8. То есть, вот так выглядит степень обжарки 8. Значит, еще я хочу отметить, что в предыдущем кофе Jardin я говорил об этом. Состав данной капсулы это кофе жареный молотый упаковочный газ азот. То есть, еще раз хочу обратить ваше внимание, что единственный вариант, когда я увидел, что производитель не скрывает, что в составе у него присутствует газ. Вот здесь этот газ по-любому присутствует. Как вы видите, такая вздутая капсула. А капсулы это Nespresso. Nespresso Caramelita. Итак, вот так выглядит эта Nespresso упаковка. Но в составе указано, что здесь только кофе и ароматизатор. А упоминания о том, что присутствует газ, нет. Я первый раз встречаю данное упоминание в составе. Поэтому меня это, в общем-то, радует честность производителя. Не знаю, почему такая честность и зачем, но тем не менее она присутствует. Значит, кофе Jardin мы тут готовили на канале несколько видов. Вот, все нам они практически, ну, по крайней мере, мне они все понравились. Супруга моя кофе Jardin не любит, ей не нравится эта кислинка, которая в нем присутствует. Надо отметить, что, ну, практически во всех сортах Jardin в разной степени кислинка присутствует. Но меня это, ну, никак не беспокоит, потому что кофе Jardin лично мне нравилось и молотый. Но я его давно не пил. К счастью, у меня теперь есть капсульная кофемашина, которая позволяет насладиться натуральным кофем молотым. Вот, посмотрим, как она приготовится сейчас. Предыдущий мы из Jardin тестировали ванила. Данный сорт нам очень понравился. И, ну, мне лично он даже больше имеет кофейности, чем было в кофе, который назывался прям Рене Арабика. Это кофейный кофе, шоколад. Шоколада там никакого не было. Вот, прямо вот даже и отвратительный кофе, отвратительный вкус. Обратите внимание, как медленно оно готовится. Я думаю, это вот как раз за счет робусты такое происходит. То есть, да, запах существенно такой, знаете, насыщенный кофе прям, вот запах. И вот я нахожусь на расстоянии где-то метра примерно от автомата. Вот, уже тут прям хочется сглотнуть слюну. Объем проходит. То есть, как и в предыдущем случае с кофе Jardin примерно такого же объема. Но здесь даже мне что-то кажется маленько поменьше. Я говорил, что до того, как капсула упадет, вы можете долить. Но в данном случае мы с вами тестируем кофе, поэтому объем нам сильно не интересен. Главное, что нужный объем прошел. Теперь попробуем вкус. Данный сорт более горький, чем в сравнении с ванилой, если сравнивать. Вот, но в ваниле, да, в ней кислинки больше было. Здесь кислинки меньше. Здесь больше горечи, кислинки меньше. Но я думаю, вот эту горечь такую, это придает робусты. Нет, оказывается. Вот, ну мы с вами будем пить капучино. И я хочу отметить, что когда мы с вами сделаем капучино, у нас получится с вами такая история, что вот эта горечь, она за счет молока, хочу отметить, что здесь очень хороший сорт молока используется. Вы можете это судить даже по пенке. Вот, и вкус будет очень вкусный. Это точно. Потому что уйдет горечь, вот эта вот. Ну, если вы пьете с сахаром, то вы эту горечь вообще не увидите, честно сказать. Так, теперь посмотрим, как приготовилось у нас в кофе, сколько жидкости не прошло. Вот, если вы помните, в прошлом, кто смотрел видео, объем жидкости, который не прошел, равнялся практически объему эспрессо. Вот, сейчас мы посмотрим, сколько здесь. Как я понимаю, здесь точно такой же объем не прошел туда. Ну, как бы вот, мне кажется, что понятно, что вот эта часть, она не должна быть в кружке, потому что иначе это будет много, да. Но вот такое сопротивление было. Ну что, вот такой вывод можно сделать. То есть, о том, что не все прям так радужное, то есть, какая-то часть. О чем говорит вот этот вот момент непрохождения? Вот так приготовилась капсула. Ну, я чудес не ждал. Пробилась она полностью. Поэтому говорить о том, что из-за того, что фольга прорвалась не так, мы не можем. Вот этот газ, который там присутствует, как раз позволяет этой фольге пробиться. Она надута, она упирается в части и пробивается очень хорошо. Объем жидкости вот этот, который не прошел. Это говорит о том, что, почему вы должны обращать на это внимание. Потому что, если вы готовите на компанию, где вы будете готовить 2-3 капсулы подряд, то, что если у вас будет объем лунга не проходить туда, а, соответственно, у вас протечка произойдет в автомате. Это вот не есть хорошо. Еще раз напомню, что никаких защит у него нет. Потечет и потечет и потечет на стол, где у вас там стоит. Поэтому вы должны этот процесс сами контролировать. Ну что, данный сорт кофе, делаем выводы. Данный сорт кофе более жесткий по отношению к ваниле. Но, тем не менее, этот достаточно приятный, достаточно мужской такой, я бы сказал, кофе. Поэтому, мужчины, я вам его очень рекомендую, тем, кто хочет с утра взбодриться и получить удовольствие на начало дня. Подписывайтесь на наш канал, ждите следующее видео. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok